Девочка из рода подгорных великанов Уидов. Трёхметровая малышка, семи лет. Это цитата из последней книги Юрия Кузнецова «Толковый словарь имён и названий». Над ней он работал почти полгода. Это «По волшебному миру» Юрия Кузнецова. Она содержит более 700 имён и названий, которые живут в волшебном мультимире. Все имена и названия Юрий придумал сам, и они из его книжной серии «Собери радугу». Первую книгу Юрий написал более 20 лет назад. Это был своеобразный подарок дочери, поклонницы творчества писателя Александра Волкова, который переводил, а позже дополнил знаменитую серию книг о волшебнике страны ОС. Юрий решил продолжить серию для дочки. Я однажды полетел в научную практическую конференцию в Кишинёв. В то время ещё это можно было просто делать. И в Домодедово мы застряли на целые сутки в аэропорту. Ни то керосина не было, ни то погода была нелётная. И вот тогда на телеграфных бланках, на обратной стороне, такие зелёненькие, я написал первые главы, первые книжки из «Умрудной дождь». Со временем Юрий создал в книгах собственную волшебную вселенную. Это был мир из четырёх планет. Книгам, которые в те годы печатались только в чёрно-белом формате, потребовалась маркировка. И Юрий начал отмечать их цветами радуги. А когда книжек стало ещё больше, то радуга стала живой. То есть, когда красный цвет соединяется с фиолетовым, получается пурпурный. Радуга зацикливается, оживает. И таким образом можно её продолжать по спирали до бесконечности. За свои книги Юрий получил множество наград. Например, диплом Международной гильдии писателей за служение детской литературе. А в прошлом году он получил губернаторскую премию. Я тогда подготовил серию. Она была ещё черно-белой. Обложки были уже цветные, твёрдые. Но блок был черно-белый. И я подал её на конкурс номинации «Наша инициатива», на конкурс губернатора Московской области «Наша Подмосковья». К моему удивлению, она, в общем-то, заняла призовое место. Сейчас Юрий пишет новую сказку. А в сентябре он поучаствует в проекте «Уникальная встреча от библиотеки на Молодёжной». Арина Косолапова, Александр Попов, Телеканал Реутов. Встретился с друзьями.